Приветствую вас, друзья! В начале этой недели вооруженные силы Украины в короткий промежуток времени уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских оккупантов на Луганщине. В районе поселка Белогоровка оккупант навел понтонно-мостовую переправу через реку Северский Донец и пытался перебросить на другой берег свою технику и личный состав. Однако его планам не суждено было сбыться. Небольшая часть техники успела переправиться через реку, а большая часть готовилась к переправке и сконцентрировалась на берегу, став при этом прекрасной целью для наших воинов. Благодаря умелым действиям вооруженных сил Украины с одной стороны и неумелому командованию со стороны оккупантов наши войска полностью разгромили минимум одну батальонно-тактическую группу россиян, уничтожив при этом по меньшей мере 73 единицы техники и огромное количество личного состава. И последней каплей, которая переполнила чашу моего терпения, стали события в районе Белогоровки, где из-за глупости, я подчеркиваю, из-за глупости российского командования была сожжена как минимум одна батальонно-тактическая группа. Возможно две, как минимум одна. И те данные, которые сегодня распространяются уже в том числе и некоторыми российскими военкорами, они правдивы. Известный на России блогер Юрий Подоляко, который с первых дней войны рассказывал своей аудитории о сказочных победах российской армии в Украине, уже устал врать и выпустил правдивое видео. И вот то, что произошло в Белогоровке, оно полностью идентично тому, что происходило в первые дни войны в районе Киева. Те же ошибки, которые были сделаны три месяца назад, судя по тому, что я вчера увидел по кадрам Белогоровки, абсолютно никем не были проанализированы и, соответственно, этот опыт не был реализован в новой тактические решения. 73 единицы техники, полный комплект одной батальонной тактической группы полностью уничтожен в районе Белогоровки. Причем, судя по тому, как это все происходило, наступление в этом районе было организовано не просто из рук вон плохо, оно было организовано преступно плохо. Друзья, прямо сейчас обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Нажмите лайк под видео и оставьте под ним любой свой комментарий. Это поможет набрать больше просмотров и выиграть информационную войну против лживых российских пропагандистов. Везде говорят, все хорошо, у нас все идет по плану, все развивается согласно каких-то там планов. А можете мне, если это не секрет, конечно, рассказать, согласно какого плана была сожжена батальонная тактическая группа под Белогоровка? Причем, этого можно было избежать. Если бы они колонна за колонной не выдвигались в уже обозначенный огневой мешок и не попадали под поражение украинской артиллерии. И у каждого такого плана должна быть своя фамилия, имя и отчество. В очередной раз мы убеждаемся, что большая часть российского командования работает в интересах Украины и доблестно уничтожают свои подразделения. То же самое касается тепловизоров и прочей амуниции, которой катастрофически не хватает на фронте. И список этот можно перечислять дальше, дальше и дальше. Да, я понимаю, что не бывает на войне так, чтобы не было проблем. Но когда три месяца идут одни и те же проблемы и визуально ничего не видно, у меня лично и на самом деле у миллионов граждан Российской Федерации возникают уже вопросы к вот этим вот самым руководителям военной операции. Также Подоляк заявил, что все российские военные корреспонденты и пропагандисты рассказывают своей аудитории не то, что есть на самом деле, а то, что им разрешено и приказано рассказывать. Кто не знает, военкоры все работают под плотным колпаком Министерства обороны Российской Федерации и в принципе не имеют права говорить то, чего им не рекомендуют. А отсюда многие вещи они просто не говорят. Поэтому, если вы любите слушать сказки, продолжайте смотреть российское телевидение. Там вам расскажут и про победу, и про светлое будущее, и о том, как сильно вас любит власть. Ну а людям, чей мозг способен на аналитику, я рекомендую получать информацию с непровластных источников. Я желаю всем мира и добра, всем, кроме российских оккупантов, которым я желаю стать перегноем в нашей земле. Субтитры создавал DimaTorzok